В рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья в Саратовской области в ближайшие три года планируют снести более 800 домов. Освободившуюся территорию предстоит застроить. О том, как можно использовать землю, поговорили в областной думе на заседании круглого стола. Мнение специалистов узнала наша съемочная группа. Сегодня в таких домах еще живут люди, но в течение трех лет помещение опустеет. 800 аварийных домов в регионе будут расселены, а земля освободится. В некоторых районах Саратовской области уже поняли, такая территория – лакомый кусочек, и занялись разработкой проекта в будущей застройке. А вот в областном центре до сих пор ходят вокруг да около. Есть положительные уже примеры. Вот в Энгелесе и Балакова такие программы работают. Пока вот в Саратове здесь есть, соответственно, отставания, связанные либо с нехваткой денег, либо с тем, чтобы где-то в рамках частного государственного партнерства не так быстро идет работа. Поэтому мы сегодня и собрали муниципалитеты, чтобы на лучшем опыте разобраться и лучшие практики перенять. На заседании круглого стола специалисты жилищно-коммунальной сферы обсуждают, как ускорить процесс. Для Саратова это вообще первоочередная задача. В центре города тесно и для зданий, и для автолюбителей. Потому каждый квадратный метр на счету. Представители администрации сетуют. Денег на снос жилья нет. А вот общественники уверены – это отговорка. Если предоставить землю застройщику, он сам избавится от мешающих домов. До сих пор, когда дом сносится, окончательного решения, под что он будет, никто не знает. Дело в том, что такое снос в отношении всех строительно-монтажных работ. Да если это выгодный участок, естественно, подрядчик снесет это за свой счет. Ну, потратить там миллион, ну два там на снос, вывоз. Это не те деньги, которые остановит подрядчика, если у него эта площадка вызывает интерес. Освободившиеся территории можно использовать не только под строительство жилых домов. Для центра города, как никогда, актуально возведение парковок из зеленых зон. Но в Саратове этот вопрос решается медленно. Сегодня снесено только 100 аварийных домов. И пока улучшений не предвидится. Елена Губенкова, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.